Уважаемые господицы, уважаемые господицы, что мне хотелось сказать про кренсионную реформу, которая у нас была введена и одобрена в трех чтениях, соответственно, депутатами отправивших партии «Единая Россия». Это не просто ухудшение жизненного уровня практически гигантского числа населения страны более 90%, это просто прямое обворовывание этого населения. Мы вспоминаем о накопительной части пенсии. Мы должны вспомнить, а почему она обводилась? Она обводилась потому, чтобы прикрыть неэффективное управление страной. Нам говорят, что у нас не хватает кадров, нам некому работать, а у нас работающие не могут покрыть, так сказать, издержки, которые идут на социальную сферу, в том числе на пенсионный фонд. Но у нас постоянно замалчивают, сколько раз государственный пенсионный фонд был разворован и растащен, сколько было коррупционных процессов против руководителя пенсионного фонда на местах. Поэтому говорить, давайте мы поднимем пенсионный возраст, потому что нам нечем платить пенсии будущим пенсионерам, это совершеннейший абсурд. Нужно сначала навести порядок в расходовании средств, которые уже собираются идут на пенсионное обеспечение. Нужно поднимать эффективность производства для того, чтобы работающие в полиции могли обеспечить тех людей, которые полностью отдали свой долг государству и заплатили вот эти пенсионные накопления. А не то, что им устанавливают, а мы вам будем платить только на то время дожития, вот такой термин в пенсионном фондах, когда вы можете получать пенсию, а потом на вас денег нет. Говоря о эффективности экономики, нельзя забывать о том раздутом административном аппарате. Мы понимаем, что у нас теперь платят поговорки. На одного сошкой, семеро с ложкой. Никаких денег не хватит. Поэтому это пенсионное арифмон просто ограбление народа под благовидным, казалось бы, предлогом. Спасибо. Мне очень плохо. Если я правильно понял, как бы следующий тезис после вашего вопроса был, а почему-то сказать, вот ничего не договаривается оппозиция, да, единого нет. Я правильно понимаю ваш намек? Так вот я отвечу, продолжая мысль коллеги, что вот эти парламентские партии, которые там, условно, укоренились в парламенте, они считают, поставьте, вот за собой эти места закреплены навечно, условно говоря, в этой структуре. И они обвиняют друг друга вне договорованной способности. Это действительно так. Они все, как бы, считают, что они обязаны там быть. Поэтому, когда мы говорим о том, что, как и могут обеспечить реальное народное представительство в Государственной Думе, да, возможно, следующий этап. Когда в Государственную Думу будут при поддержке, и при понимании, естественно, при поддержке избирателей, будут проходить кандидаты, которые будут образовывать там фракцию независимых кандидатов, как инструмент. Вот в таком случае, если это будет реально сила, которая сформируется в Государственной Думе, которая будет оказывать влияние на процесс принятия решений. Опять же, здесь очень много зависит, сколько таких независимых кандидатов туда пройдет. Но, тем не менее, да, это появится шанс взаимодействия этих кандидатов для принятия действительно важных для жителей-избирателей решений, а они будут договорником, о котором мы сейчас наблюдаем уже, не знаю, в какую пятилетку подверг. Михаил, спасибо большое. Спасибо большое. Михаил? Спасибо. Первое, что я признаю, то пенсионный возраст должен быть возвращен к своему исходному возрасту. Второе, здесь должен быть полностью проведен аудит государственных расходов и вот те нецелевые государственные расходы, вот сокращение аппарата, государственного аппарата, потому что я не буду говорить цифру, но вы знаете, что численный государственный аппарат Российской Федерации превышает численный государственный аппарат, то, который был в СССР в полном составе. Это невозможно. Значит, соответственно, сначала нужно вернуть возраст, потом, соответственно, провести аудит и выставить средства, значит, направить именно на социальные сферы, в том числе и на пенсионное обеспечение. И, безусловно, нужно реформировать, я поддерживаю, естественно, и трудовое законодательство, и вообще законодательство, касающееся организации труда в Российской Федерации, это комплекс законодательства, потому что, почему у нас люди работают в тени? Да потому что у нас законодательства построены так, что работать открыто невыгодно, иначе человек, организация просто разорится. Значит, ее загоняют в тени, которые есть в тени. Поэтому это все-таки кардинально пересмотрено по всей вертикали законодательства Российской Федерации, только тогда мы из этой ямы выйдем, иначе все делают вид, что они работают, Они делают вид, что нам платят пенсию, чтобы такого не было.